Главный фильтр организма в Крыму разрабатывают новые методики лечения заболевания почек. Об этом шла речь на конференции студентов Медицинской Академии. С разработками познакомилась наш корреспондент София Чеканова. Как вы чувствовали? Дома как вы чувствовали? Довление не было? Все хорошо? Давайте переменим. Пилонефрит, который перерос в почечную недостаточность. С таким диагнозом Юлия попала к врачу. Почки перестали очищать кровь, и уже полгода она ходит на гемодиализ. Одна процедура занимает несколько часов. Меньше четырех не бывает. Если вес больше набираем, то иногда и время больше бывает. И четыре с половиной, может быть, часа. Все зависит от веса, от жидкости набранной. Гемодиализ – сложная процедура. Фактически процесс кровообращения на время выходит за пределы организма. Пациент видит, как его кровь проходит все этапы очистки. А вместо почек работает специальный аппарат для выведения токсинов. Хроническая болезнь почек имеет пять стадий. И по мере прогрессирования достигает пятой стадии, когда полностью функция почек утрачена. В этот период необходимо проведение заместительной почечной терапии, гемодиализ или перитениальный диализ. Он жизненно необходим более чем 400 пациентам со всей республики. Альтернатива – только замена почки. Это операция с большими рисками для организма. И не у всех есть показания к пересадке этого органа. Ирина Герасимовна благодаря гемодиализу поддерживает свое здоровье уже восемь лет. Вычищается все очень хорошо. Когда мы каждый месяц сдаем анализы до диализа и после диализа. Сразу видно, что до диализа большая мочевина, а после диализа прямо норма. Сейчас болезни почек встречаются у каждого десятого. Научную конференцию на эту тему провели сегодня в Медицинской академии имени Георгиевского. А также для студентов показали мастер-классы по диагностике почечной недостаточности. Это аппарат УЗИ. Он оснащен симулятором пациента. То есть каждый студент может изучить эти органы. Мы навозим датчик. И с правой стороны экрана можем видеть расположение почек. А с левой стороны изучить их размер, объем, структуру, а также увидеть наличие либо отсутствие патологий. С лекциями для студентов выступили профильные специалисты и практикующие врачи в области нефрологии и урологии. Сейчас в Крыму активно изучают новые методы диагностики, профилактики и лечения. Мы надеемся, что наши студенты займут достойные места в практическом здравоохранении. И стараемся подготовить их по всем направлениям, по всем вопросам, чтобы ребята не боялись больных, знали, как нужно вести себя, как поступать в сложных ситуациях. Заболевание почек может протекать скрыто. Поэтому для профилактики врачи рекомендуют делать УЗИ этого органа раз в год. София Чеканова, Артур Хороший, Новости 24.